Ну что, вот мы и добрались до интерры, как и обещали. Вчера стартовала... Ой, интернеделя! Простите, пожалуйста, всё! Всё плохо. Интернеделя, конечно же, как я могла, стыд и позор. С 23 апреля по 1 мая в Академгородке. И вот мы встречаем гостей, которые нам расскажут подробности. Во-первых, это, конечно же, Алиса Банникова, студентка члена парламентских... Клуба члена парламент... Член клуба парламентских дебатов. Она сегодня расскажет про свою площадку на интернеделе. Доброе утро, Алиса. Доброе утро, Алиса, конечно, это замечательно. Но сегодня я за неё. Меня зовут Саша Кропочкина. Я тоже член клуба парламентских дебатов НГУ. И попробую вам рассказать ничуть не хуже, чем Алиса. Убольте, пожалуйста. Иван Грязнов, председатель студенческого спортивного клуба, магистрант гео-физического факультета. Всё правильно здесь? Да, тут вы угадали. А то сейчас скажут, Иван, конечно, Иван, но... Ну и, конечно же, директор Центра по внеучебной расписательной работе Новосибирского государственного университета. Алиса Голубева тут, я не могу ошибиться, я знаю человека в лицо. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, расскажите сначала, наверное, про те площадки, представителей которых у нас в студии нет, а потом дадим ребятам уже побольше слов и побольше времени, чтобы подробненько-подробненько рассказать про свою работу. Сначала про такие самые интересные и общедоступные площадки. Да, я думаю, что имеет смысл рассказать именно про те площадки, куда мы ждём всех-всех желающих, кто к нам хочет прийти в гости. Это, конечно, мероприятие 29 апреля. У нас совершенно новый формат мероприятий. Если раньше у нас были интернациональные арбаты, на которых были представлены разные национальные культуры. Всё, не будет больше палаточек? Будут, будут, будут. Но теперь они будут ещё дополнены очень серьёзным спортивным блоком, о котором Ваня чуть позже более подробно расскажет. То есть у нас получилось такое совместное, очень крутое, думаю, будет мероприятие интер-игры и интер-арбат вместе. А начнём мы это всё дело с большого парада, на который мы приглашаем участвовать всех желающих. Парад, да, он будет очень весёлый. Он будет с шарами, он будет с флагами стран. Причём, так как у нас действительно очень много иностранных студентов учится, на данный момент это 35 стран. За прошлый год у нас училось 65 стран мира в нашем университете. Все вот эти вот студенты, которые готовы пойти с нами, возьмут флаги своих стран и пойдут вместе с нами, собственно, вот этим вот интернациональным шествием. Кажется, там вообще русские-то есть. Там, видимо, инициаторы с Рио-де-Жанейро, да? А давайте-ка, да, мы сделаем. Нет, вообще интершествия это очень давняя тоже традиция интернедели, они были всегда интершествия, поэтому нам сейчас очень сильно везёт, потому что у нас действительно много иностранцев, которые учатся уже у нас. У нас нет необходимости выписывать их за три-девять земель и привозить на наши какие-то вообще движухи. Но это будет в стиле карнавала ближе? Там парад. Будет люди в национальных костюмах, нет, ну, скорее карнавал даже, то есть будет парад, будут шары, будут флаги, будет позитив, будет музыка, в общем, это будет очень весело. Это будет без всякой звериной серьезности, это будет классно. И ещё и интер-игры, спортивная часть. Да, то есть сначала мы пройдём парадом, потом у нас будут интер-игры, одновременно интернациональная парка. Лёгким движением классические брюки с парада превращаются в спортивные шорты. Да, да, да. А потом вечером у нас ещё будет этнодискотека и фаер-шоу. Это всё 29 апреля, в воскресенье. И это общедоступные площадки, на которые любой желающий может к нам приехать. Вот. И, конечно... Этнодискотека. Этнодискотека, да. То есть это тоже у нас... Можешь прийти в костюме на каком-нибудь... Это касается музыки или костюмов только? Это касается в основном музыки. То есть у нас сейчас есть такое партийное задание для диджея, который как раз сейчас исследует лучшую, самую яркую музыку как раз из тех стран, где у нас учатся студенты, для того, чтобы они услышали музыку, которой они привыкли у себя дома на дискотеках, могли под неё потанцевать, а остальные тоже могли потанцевать. То есть это не национальная музыка, а традиционная, а современная? Это будет современная музыка. Традиционная национальная музыка в этот день тоже будет. Вы не поверите. Акуна! Матата! Все будет все. Будет все. Будет все 29 апреля. Возьмете Саню куда-нибудь. С удовольствием. С большой может флаг нести. С большой радостью. Причем мне нужно без черенка просто флаг. Просто в голове приматывать. В полотнище приматывать. И Саня, и Настя вообще с большим удовольствием вас приглашаем. О, Настя вообще с удовольствием. Да, я очень надеюсь. Еще целую неделю все-таки что-то же будет происходить. Будет очень много на самом деле чего происходить. Уже начало происходить. А после рекламы как обсудим? Да, говорилось. Выяснились интересные подробности интернедели. Повторяю, у нас в гостях Саша, Ваня и Анита. И все они из НГУ. И они нам все рассказывают про интернеделю. И я так рада безумно. Оказывается, не все мероприятия нынче в НГУ проходят во дворе нового корпуса. Теперь ребята осваивают новые пути от главного корпуса НГУ. Они пойдут в тот городок и к спортивному комплексу, и в общежитиях, во дворах. Все это будет здорово. Но кроме 29 апреля есть еще целая неделя мероприятий. И сейчас Анит коротко про них расскажет. Конечно. Во-первых, у нас уже начался танцевальный марафон по танцам мира. Также у нас 25 числа это день французской культуры. 26 апреля открытие итальянского центра НГУ. 27-го киновечер немецкого молодежного клуба «Сибирский медведь». 27 апреля интеллектуальная игра «Геа Квиз». И 28 апреля концерт клуба любителей классической музыки за границами русской народной музыки. Дальше у нас будет очень классное мероприятие «Этнопати», про которое расскажет Саша. И, соответственно, про 29-е в общих чертах я уже рассказала. И, конечно, мы всех ждем на маевку 1 мая, которая будет у нас в этом году не 30 апреля, а 1 мая, чтобы все могли спокойно в свой выходной день на нее попасть. А вот те мероприятия, которые будут в течение недели, которые вы перечислили, я так понимаю, большинство из них пройдет именно на базе НГУ? В университете в самом и на Пирогово-6, это в студенческом творческом центре. Можно туда попасть как-то по предварительной регистрации где-то, или это только для студентов? В принципе, можно, по крайней мере, на те мероприятия, которые в студенческом творческом центре. У нас вообще группа ВКонтакте очень активная, там все новости, там можно все прочитать, узнать. Интернеделя или группа Новосибирский государственный университет? Группа Интернеделя, Интервик-2018. Ну все, все желающие окунуться в свою молодость и вообще просто хорошо провести время, ждем с 23 апреля по 1 мая вот там, в Академгородке. Разберетесь в группе Интервик. Сейчас, пожалуйста, что хронологически раньше будет? Этнопатия, да? Этнопатия, 28-ая. Да, в общем, насыщенную программу Интернедели в субботу дополнит этнопати. В общем, название говорит само за себя. Это вечеринка направленная... У Децела дома. У Децела дома. Ну, к сожалению, не у Децела дома, а в студенческо-творческом центре на Пирогово 6. Начало в 6 часов. В общем, там собираются вот эти вот все люди других национальностей, о которых мы говорили 40-35, да, стран, где в такой неформальной обстановке, в формате вечеринки, можно будет познакомиться, завести новых друзей. Также там будет много конкурсов, розыгрышей, разные площадки, в том числе и клубы дебатов, где ты можешь и на английском языке, и на русском обсудить какие-то насущные проблемы студенческие, замечательно. Вот. Потом с 8 до 9 там будет очень активные танцы проводиться. Главный организатор Илья Владыка, он у нас проведет это мероприятие. Будет очень весело, здорово. И с 9 до 10 у нас караоке. Тоже это все контактирует и с националистами разными. И наши песни мы поем... Международные караоке. Да, международные караоке. Такую вот атмосферу мы пытаемся создать, вот такое неформальное общение среди студентов из разных стран, чтобы вот сломать какие-то барьеры, если они существуют, и завести новых друзей, да, и просто повеселиться, собственно. Это этнопати для студентов или, ну, я тоже могу прийти? Ну, он, вечеринка проходит у нас в студенческом творческом центре на Пергова-6, поэтому, собственно... Аня-то сказала, туда можно туда можно прийти. Всех желающих, там будет много народу. Вместит ли ваш творческий центр столько? Главное, пенсионное удостоверение, да, взять с собой? Да-да-да, только с ним пускай. Саша, ну, по поводу какого-то дресс-кода, нужно как-то, раз мы русские, мы, наверное, на этнопати должны представлять свой народ, или это не обязательно? Ну, самое прекрасное в том, что этнопати — это такое свободное мероприятие. Если хочется, можно прийти в своем национальном костюме и вот демонстрировать свою культуру, а можно прийти просто повеселиться там, хоть в спортивном костюме и весело проводить время. Ты как одна из организаторов за что отвечаешь? Ну, я отвечаю за одну из площадок в рамках, вот, этнопати, клуб дебатов, там, где мы собираемся и, в общем, играем. Какие-то темы, может быть, проспойлеришься, на какие будут спориться надеваться? Ну, естественно, мы поговорим о том, с чем сталкиваются иностранные студенты, когда приезжают в абсолютно другую среду, и, в общем, как они налаживают связи, плюс мы планируем устроить несколько таких развивающих речевых игр, естественно, на английском языке тоже. Анонимный клуб «I'm an Englishman in New York». Да, очень. Ну, может быть, да, с какой-то стороны. Давайте теперь про интеригры. Время остается немного, и, Иван, что это? Это похоже на Олимпиаду? В какой-то степени, да. Что будут за виды спорта? Кто может поучаствовать? Команду нужно формировать или нет? Да, надо формировать команду. Ну, в целом, чтобы развеять все сомнения, что такое интеригры? Это такие интернациональные соревнования, в которые можно принимать участие как команды, которые состоят из иностранцев и россиян, или же можно просто, как обычный человек, можно прийти и поучаствовать индивидуально. Будет командное первенство и личное первенство. Да, да, да. Основная мысль здесь заключается в том, что мы хотим с помощью языка спорта познать культуру друг друга и сыграть в национальные виды каждой страны. Например, какие будут игры? Ну, допустим, от России мы заявили лапту, да. Все верно, верно. Кроме этого, допустим, русский вид спорта мы решили, что летний биатлон будет. Почему бы и нет, совсем не про. Китайцы очень просили сокс. Мы решили сыграть в сокс. Это, если вы, может быть, помните. В школе, наверное, наверняка все играли за мячик. Мягкий мячик, который нагонять ногой надо. Именно, да. Там казахстанцы и степные народы очень сильно хотели поскакать на конях. И из-за этого мы решили добавить коняшек. Серьезно? Кони? Вы приведете коней в спорткомплекс НГУ? Ну, нет, нет. Это будет палочка. А, я думала, они реально приведут из конюшни. Ну, мы надеемся, что это будет все так весело, драйвово и интересно. А вот метание камней есть еще тоже у шотландцев или у кого есть такая тоже задея. Да, если бы мы это объединили с английскими видами спорта и казахстанскими, опять-таки, это получилось. Назвали альчик. Это что-то... Вы сами придумали спорт? Ну, в какой-то степень убрали все это из каких-то коренных видов и видоизменяли, чтобы это было все такое интересное. Да, да, они геологи, индушные, что делают. Все хотим-то. Тем более камни. Ну, я знаю, что у нас в университете есть еще из Нигерии ребята, да? Да, да. Они что-то тоже принесли? Ну, эти копья будут метать, понятное дело. Саш, ну ты что? Не, ну а что? Прям из окна общежития. Ты враждебный какой-то. Будете смеяться, они очень хотели гиревой спорт, попросили, и настольный теннис. Будет что-нибудь такое? Будет, будет. Хотя это не их национальные вещи. Просто им нравится это. Да, да. То есть мы попытались, чтобы были и какие-то такие популярные виды. К примеру, стритбол. Стритбол мы тоже добавили, потому что китайцы у нас очень это любят. Хотя они все роста метр пятьдесят, но они безумно любят бегать и играть. Ну, можно записаться в какую-то команду уже сейчас где-то в группах ВКонтакте? Да, от университетов мы ждем заявок на командные виды спорта, а индивидуально можно прийти уже по факту. Сборные команды будут не от университета, просто от желающих? Нет, мы решили, что именно индивидуально. То есть ты приходишь, гуляешь, смотришь, потому что вот здесь круто, здесь много народу. Грамму дадите хоть, если я в лапту победю тебя. Конечно. И медальку. И медальку. Спасибо большое. Ребята из НГУ были у нас в гостях, как всегда. Это было просто очень познавательно и интересно. Ждем всех на интернеделе в Академгородке с 23 по 1 мая. Ура! И, конечно же, Майовка. На Майовку. Будет гость какой-то супер. Лауна. Лауна. Ура. Спасибо большое. И мы тоже всем говорим до свидания. До завтра в студии Радио 54. Для вас сработали Талалаева Настя. Александр Часовитин. Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Ой, вообще не люблю вас всех. Недавно. Сейчас не выведите. Ой, спасибо. О, ну все, теперь придется идти.